Явка по краю оказалась выше среднероссийской. Больше 51% жителей региона пришли на выборы. Сама возможность, само право проголосовать мы обеспечили. А который не пришел, это зона его ответственности перед будущим поколением, да и перед самим собой. Половина жителей Кубани пришли на избирательные участки. Пришли по зову сердца. Потому что им не безразлично, на какой Кубани они будут жить. Не безразлично, в какой России они будут жить. Не безразлично, какие законы будут приниматься. Это активные люди. Коллеги, нам всем очень повезло, что у нас на Кубани такие жители. Краснодарский край – третий регион в стране по количеству избирателей. На этих выборах, как отметили в Кубанском избиркоме, работало беспрецедентное число наблюдателей – 18 тысяч человек. Избирательная кампания в Краснодарском крае прошла прозрачно, очень честно и был очень хороший тесный контакт с избирательными комиссиями. Избирательными комиссиями всех уровней – участковых, территориальных и избирательных комиссий Краснодарского края. Существенных нарушений, или вот чтобы мы зафиксировали действительно нарушения, которые противоречат закону, мы таких нарушений не зафиксировали. Поэтому хотела бы сказать, что общество у нас активное, хотели идти на выборы. Победу на выборах в Государственную думу в Краснодарском крае одержала «Единая Россия». Также из восьми одномандатных округов в семи больше всего голосов набрали кандидаты от партии власти. Очень важно, кто будет в Госдуме сегодня отстаивать интересы нашего края. Это активные, деятельные люди, люди отчасти даже не политики, это больше люди труда, люди экономики. Честно говоря, лоббирование слово плохое, хорошее, но лоббировать и через законодательные акты, по большому счету, те нормы, которые нам сегодня необходимы, необходимы для развития нашему региону. В этот раз, заметил губернатор, удалось избежать серьезных провокаций, так как все партии понимали, у них одна цель – дальнейшее развитие России. В ходе совещания Вениамин Кондратьев предложил применять практику общественного экспертного совета при Крайсберкоме на все выборные кампании, вплоть до муниципальных. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. Вот, ночи сегодня могут.